Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Армянская идентичность ЗАЗы. Топонима Арцаха, Канаджам или церковь Супа Ванес Макартыч. Заявление МИД Армении, ложные утверждения и воинственные заявления Алиева. Преступная политика бакинских чиновников сократили запасы водохранилища Самасанга. Джавах, природный газ Гореловки, есть вероятность нет решения. Реакция Алавицкой общины на создание в Анкаре управления культурой и молитвенных домов Алави Бекташ. Армянская церковь Суп Саркисты корит под угрозой исчезновения. В последние годы в армянском медиаполе довольно часто муссируются различные тезисы об общности и коллективной идентичности ЗАЗ и проживающих рядом с ними, спасшихся от геноцида армян. Согласно одному из наиболее распространенных тезисов, ЗАЗы Дерсима в значительной степени имеют армянское происхождение или несут в себе глубокие следы некогда армянской идентичности. Между тем, согласно другим взглядам, Дерсим на протяжении веков был своеобразным кратером, где основными составляющими коллективной идентичности людей разного этнического происхождения является Алавицкая религия и язык ЗАЗа. Вестер Армения ТВ представляет, кто же на самом деле ЗАЗы и какое отношение имеют к армянам. В настоящее время ЗАЗы преимущественно проживают в Дерсиме, в основном совпадая с провинцией Тунджелли, Диалавицкие ЗАЗы составляют большинство, а также в Бенгеле, Джапакджур, Харберте, Муши, Бетли, Сити, Гранакерте и еще в нескольких провинциях. Общее число по разным оценкам достигает 4 миллионов, из которых более 300 тысяч, среди которых значительное число политических беженцев проживают в Европе. Историко-географический регион Дерсим охватывает несколько горных и лесных хребтов на западе Армянского Нагоря, простираясь от бассейна реки Аратсанни на юге до бассейна Ефрата на севере. Соответствует в основном северной части провинции Цолк Великой Армении и южной провинции Манзур Барцер-Хайк. Во-первых, следует отметить, что названия ЗАЗа и Алави-Ареви не эквивалентны друг другу. Не все ЗАЗы являются последователями алавицкой религии. Есть также сунницкие ЗАЗы, тем более не все алави-этнические ЗАЗы. По разным оценкам, только часть алавицкой общины, составляющей до 15-20% населения оккупированной Западной Армении, являются ЗАЗами. Остальные в основном турки, а также курды, имеющие армянское происхождение. Полная статья доступна на нашем сайте. Тапанима Арцаха, Канаджам или церковь Сурпованес-Макартыч. Среди памятников Шуши особенный интерес представляет церковь Сурпованес-Макартыч или Канаджам в верхнем таге. Название церкви Канаджам «Зеленая церковь» исходит из того, что когда-то купол церкви был зеленого цвета. В верхней части у входа в колокольню церкви имеется надпись о дате постройки. Бапаян Степанос-Ованес. В память о брате Макартыче. В последнее время некоторые азербайджанские пользователи социальных сетей вернулись неблагодарному делу русификации церкви Канаджам. Следует отметить, что лихорадка русификации церкви в Баку не является новым явлением. В свое время Фуат Ахундов безосновательно считал его русской православной. В середине 1960-х годов Баку было решено освободить армянскую часть города, чтобы расширить жилую площадь для азербайджанских поселенцев. И, конечно же, уничтожить армянские следы шуши. За это время были разрушены три армянские церкви и одна сохранившаяся русская церковь. Уничтожено несколько армянских кладбищ с красивыми хачкарами и старинными памятниками. Церковь Канаджам, которую Фуат Ахундов безосновательно считает русской православной, превратилась в галерею. Какова история церкви Ованес Макартыч? Сохранили свидетельства о том, что в 1840 году по особому распоряжению властей в будущий район Верентах переехали все армяне, проживающие в мусульманской среде внутреннего квартала. Это 56 семей, которые в Неркинтаге имели каменную с деревянным покрытием церковь Сурб Асфат Ацин, что говорит о весомой численности армян в квартале. В документе говорится, что армяне подвергались давлению со стороны мусульман, что и привело к их переселению. Из того же документа становится ясно, что после переезда в Верентах на новом месте была построена деревянная часовня, которая сохранилась до 1848 года, где на этом же месте была построена каменная церковь Сурб Ованес Макартыч. Долгое время эта церковь называлась церковью Сурб Асфат Ацин в Верхнем Таге. В нижней части города на месте крытого рынка находилась византийская православная церковь, построенная по классическим русским архитектурным мотивам для русских чиновников и гарнизона, которая, к сожалению, не сохранилась. Выступление президента Ильхама Алиева 16 марта на саммите глав тюркских государств являлось ярким проявлением территориальных претензий к Республике Армении и подготовке очередной агрессии. Представляя суверенную территорию Республики Армения под вымышленным названием «Западный Азербайджан», президент Алиев грубо нарушает не только Устав ООН, но и Декларацию Генеральной Ассамблеи ООН о принципах международного права добрососедских отношений и сотрудничества между государствами, Алматинскую декларацию, но и свои собственные обязательства по пражским и сочинским заявлениям, на которые делается ссылка в самом выступлении. Власти Баку постоянно препятствуют возвращению беженцев и вынужденных переселенцев в Арцах и соседние регионы, одновременно заявляя, что собираются перезаселить территории, перешедшие под ее контроль в результате депортации армян Арцаха. Нарушая практически все статьи трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, президент Алиев по собственному же признанию препятствует процессу открытия региональных коммуникаций надуманными разговорами о коридорах. Все партнеры, заинтересованные в стабильности и мире в регионе, должны немедленно оценить подобную политику президента Алиева и предпринять активные шаги по устранению нарушений Азербайджана международного права и исключению применения силы, говорится в заявлении МИД Армении. Республика Западная Армения строго осуждает разнузданные заявления диктатора Алиева, призывая международное сообщество и соответствующие структуры предпринять соответствующие шаги. Власти Баку не хотят мера, в то же время провоцируя подобными заявлениями. Уровень воды в Сарсангском водохранилище ежедневно понижается на 50 сантиметров. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Водного комитета Республики Арцах Арарат Хачатрян, добавив, что запасы воды Сарсанга значительно уменьшились. По сравнению с тем же периодом прошлого года отметка уровня воды ниже на 8 метров. Сейчас расходуется больше. Когда уровень воды водохранилища высокий, для выработки электроэнергии используется меньше воды. Вместе с понижением этой отметки снижается давление, и для получения того же количества электроэнергии уже требуется больше воды, уточнил Арарат Хачатрян. По его оценке, опыт последних лет и соответствующий анализ показывают, что восстановить уровень воды в текущем году, доведя его до уровня начала года, не представляется возможным. Однако Арарат Хачатрян выразил надежду, что весной с развивом рек объем воды в Сарсанге увеличится, хотя и тогда нельзя будет сказать о нужном уровне воды. Жители села Гореловка Нанитиминского муниципалитета перестали надеяться на появление в своих домах природного газа. В появлении природного газа в Гореловке заинтересованы как жители села, так и газораспределительная компания и Мерина Нанитиминского муниципалитета. Но, несмотря на это, реальных результатов пока нет. Жители села несколько раз собирали деньги для проведения газопровода. Они уже устали от дров и кизяка. Разобраться, почему все-таки газ не был проведен в Гореловку, очень сложно, потому что конкретные причины остаются неуточненными. Выделенную в прошлом году на газификацию суммы 600 тысяч лари, Мерина Нанитиминского муниципалитета потратила на другие цели. Вопрос, будет ли газифицирована Гореловка, остается открытым, так как наличие проекта газификации дает надежду, но отсутствие окончательного решения и конкретных шагов разочарует население. Несмотря на жесткую реакцию Алавитов в Анкаре, открыло здание управления культурой и молитвенных домов Джемеви Алави Бекташа, созданное указом президента турецкого государства. Алавиты изначально были против этого решения. Сейчас я продолжаю выступать против, заявляя, что входящий в это здание придаст общину Алави. Этот шаг был сделан без согласия алавитской общины и организации, что вынудило их во многих городах выйти на улицы с протестом и бороться с этой структурой. По их словам, управление культурой и Джемеви Алави Бекташа было создано по решению политика исламистской партии «Справедливость и развитие», члены которой были назначены в качестве руководящего органа без какого-либо представителя алавийской общины. Они не принимают алавианство как веру, а Джемеви как место поклонения. Этот шаг преследует цель ассимиляции и политической эксплуатации и заставляет алавитов подчиняться законам ислама. Алавитская община и организации требуют немедленно открыть структуру и говорят, нет государственности религии, нет политическому исламистскому навязыванию, да, свободе вероисповедания, основанной на демократии и защите национальных прав человека. Правительство Западной Армении на протяжении многих лет поддерживает тесные связи с проживающими на своей исконной территории Аливи, которые прекрасно осознают свою этническую принадлежность армянскому народу и уже невозможно ввести в отношение них политику этнической ассимиляции. Турецкие власти также осознают, что еще с 1936 года, со времен организованных дырсимских погромов, и этим поступком еще раз доказывают свое бессилие и поражение в сфере этнической политики. Правительство Западной Армении следит за проблемами коренных народов, живущих на собственной земле, поднимая вопрос трибуны ООН посредством президента Республики Западной Армении Армянаком Абрамяном и министром иностранных дел Лидии Маркусян. На предстоящем заседании Комиссии ООН по коренным народам этот вопрос станет предметом обсуждения. Армянская церковь Субсаркист Текори под угрозой исчезновения. Последние из пяти армянских исторических церквей, найденных в провинции Текор, губернии Кар, Западной Армении, также под угрозой исчезновения из-за запущенного состояния. Об этом сообщает Акункнет. Из пяти церквей, находящихся примерно 25 км к югу западу от руин Анни, в пяти километрах от провинции Текор до наших дней дошла лишь церковь Субсаркист, которая превратилась в место сбора пастухов и казнокрадов. Если не будут приняты меры, церковь, как и остальные четыре, останется лишь в истории. Внутренняя часть церкви превращена в хлев, стены разрушены. Местные жители увезли камни для строительства. Все пять армянских церквей Текора были куполообразными. Субкарапет, Субасфотоцинс, Субстепанос, Субгликор и Субсаркист. Напомню, что монастырский комплекс, включающий пять церквей, был заброшен в XIII веке после нашествия монголов. Церкви считаются частью культурного наследия Западной Армении. Их сохранение очень важно. Турецкие власти, оккупируя территорию Западной Армении, посредством проводимой им специальной политики, пытаются уничтожить также культурные ценности. Международное сообщество должно зафиксировать это и предпринять четкие действия. Вопрос будет темой доклада парламента Западной Армении. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!